Музыка Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Неизвестный мастер, сидящая Гуаинь, Бодхисаттва. Конец 15 века, сухой лак, золото и краска, высота 137. Во время династии Ним, основным типом идеального божества в женском воплощении была Бодхисаттва, наставница Гуаньинь, олицетворяющая милосердие и сострадание. Она часто изображалась младенцем на руках или на луне, из-за чего многие исследователи ошибочно связывали ее с Мадонной. Названные правления отмечены буддийским влиянием на китайскую культуру. В частности, иконография персонажа происходит из литературного труда «Цветочные гирлянды супа». В данном памятнике заметны черты, навеянные индийской скульптурой. На лбу у Гуаньинь значится точка, урна, символизирующая крайнюю степень просветления и принадлежность к высшей касте. Коническая прическа напоминает индийскую джатамуката, как на головах у Вишну, Будды или Шилы. Также исчезает сковность позы, богине показано сидящей в свободном положении. Складки одеяния изящно моделированы, а жест обозначен манерным движением пальцев. Подобная трактовка образа обусловлена проникновением эллинистических тенденций, оказавших революционное влияние на художественную жизнь Китая среди новшеств и эпохи. И использование техник сухого лака, который давал изысканный матирующий эффект. Ну, такое описание к работе сидящей Гуанинь, Бодхисатва, неизвестного мастера, конец 15 века, я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великий музей мира». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok